Уже несколько недель жители южной части Мелитополя жалуются на то, что от ручья Песчанского исходит зловонный запах. Его источником предположили люди, могли стать канализационные либо промышленные стоки. Так ли это или нет, выясняла специальная комиссия. Соседство с ручьем Песчанским постоянно приносит неудобства мелитопольцам. В прошлом году, к примеру, местный водоканал ремонтировал коллектор и в аварийном порядке сбросил водоем стоки. Выливались нечистоты в ручей и из местной девятиэтажки. В этот раз источник зловония, на который жалуются люди, пока не обнаружен. В школу ходят через балку, мы ходим. Пожалуйста, помогите нам. Представители местной власти, санэпидемстанции и коммунального предприятия «Водоканал» обследовали две санкционированные точки сброса в ручей Песчанский в районе улицы 40 лет октября. И в контрольном колодце завода тракторных гидроагрегатов, и в колодце, в который поступают очищенные стоки с мясокомбината, характерного запаха не выявлено. Сейчас нам надо полностью провести работу с промышленными предприятиями. Круг мы их обозначили. Гидромаш, мясокомбинат, консервный завод. Мы разошлем им письма, чтобы они предоставили нам копии своих ситуационных планов, или же этих пятисоток, или что у них есть. То есть с указанием инженерных сетей. Дальше мы будем находить с ними диалог. Комиссия продолжит свою работу. По ее результатам, властям Мелитополя предстоит сделать вывод, кто виноват в загрязнении ручья Песчанского и что делать для недопущения повторения ситуации.